Всем привет! Сегодня у нас, по-моему, 20 число, 20 февраля. Машинку мою замело, грею. У нас минус 4 на улице. И... ну, с этой стороны не так много снега. Вот, и мы поедем на почту. Мне пришла посылка из Краснодара. Долгожданная краснодарская посылочка моя. Вот такой у меня, смотрите, какой у меня чехольчик. Так вот, посылочка долгожданнейшая. Шла она, правда, не очень долго, 2 недели всего. Почта России в последнее время работает как часы. И я поеду забирать свою посылочку. Посылочка это был скраб-обмен с Ириной из Краснодара. И я, конечно же, вам сегодня же покажу, что же там в этой посылочке. Все, едем на почту. Раньше у нас почтовое отделение было в торговом центре. И там нужно было получить, отправить посылки. И были страшные-страшные очереди. И народ, видимо, жаловался, жаловался. Дожаловался до такой степени, что в одной из старых зданий, старых отделений почты, которая была закрыта уже, перенесли выдачу посылок. То есть вот в этом домишечке можно только выбрать, но не послать посылку или письмо, или что вы хотите. Вот там видно, видите, Латвия спас. Табличечка на дверях. Внутри снимать нельзя. Ну, поэтому я пойду быстренько выберу посылочку, а потом вам расскажу. Вот, я уже дома. И хочу вам сказать, что я выбрала не только посылку, вот она внизу, но и забрала небольшой заказик из соседнего подъезда, где находится маленький, но хорошенький магазинчик для скрабукинга. И это здорово, что это в соседнем подъезде, потому что можно, грубо говоря, в тапочках добежать и взять то, что тебе нужно. Жаль, конечно, там выбор не очень большой, но как раз то, что я очень долго искала, я там нашла. Сейчас я все распакую и вам буду показывать. Посылочку я уже распаковала. Вот она лежит. Сейчас я вам ее буду показывать. Из пакетика мы просто вытрясем, потому что там, в принципе, не упаковано, а просто вложено в такой белый пакетик. Итак, что у нас здесь внутри? Опаньки. Так. Ага, еще тучки забыла. Так. Итак, все, ради чего... Нет, то, ради чего... Не все, а то. То, ради чего затевалась эта вообще покупка. Вот эта фигнюшечка. Эта фигнюшечка в прошлом какой... В какой-то распаковке я рассказывала вам про то, что я купила специальную штемпельную подушечку для горячего имбоссинга. Так вот, чтобы лишнее не прилипало, это такая... Вот там видно кисточка, да, бутылочка. Там внутри что-то типа талька, я так понимаю. Ну, пудра, короче, которая убирает жир с листа. Ну, то есть вот вы лист лапали руками, да, и когда вы сделаете жирный оттиск, посыпите пудрой для имбоссинга, и чтобы вот на ваши отпечатки пальцев и в принципе на там разные как бы загрязнения какие-то не липла пудра для имбоссинга, нужно обработать вот этой штучкой. Помогает здорово сделать красивый чистый оттиск. Вот, давно хотела. На Блицсе как-то было-было, потом опять кончилось. В общем, наконец-то я вот торвалась. Так, эта штучка. И цветочков я купила. Цветочки я купила, были скидки на цветочки в этом магазинчике. И я давно хотела попробовать что-то сделать с цветочками. Собираюсь сделать наш свадебный альбом. Вот постепенно накапливаю материалы, да, и вот эти оранжевые цветочки пойдут на обложку, скорее всего, для украшения обложки. И немножко вот еще таких разных всяких на пробу просто попробовать, чтобы как у меня вообще с цветочками сложится, не знаю, да. Вот набрала, так сказать, на попробовать. Так, этот листик я взяла. Люблю вырезать. Вот мне нравится, и это для меня как медитация. Я, бывает, сажусь вечерком, включаю сериальчик и начинаю вырезать. Это вместо, как это сказать, высечек и чипборда, да, вот мне нравится. Такой красивый листик с цветочками черно-белыми и цветными, очень такие акварельные, нежные, мне нравится. Производитель Крафт Клок. Польский производитель. Но мне нравится, да, это красиво. Он односторонний, можно смело вырезать, и будет все здорово. И хозяйка магазина положила мне вот такую вот замечательную, видите, скраб-маркет-магазин называется, такая красивая штучка. И еще положила мне набор карточек-вырезалочек. Вот такие вот штучки. Здорово, очень мило. Ой, сколько листиков. Кстати, шиповник. Шиповник как раз в моем стиле такой. Прикольно. И вот такие еще. Вкусняшечки. И еще розочки. Вот шиповник и вкусняшечки самые здорово. Самые здорово. Да, с русским языком у меня какие-то проблемы. Так, это вот, значит, такая покупочка. Это у нас листик. Да, это инвойс. И еще визиточка. Магазинчик. Здорово. Довольно покупкой. Так, а теперь будем смотреть посылочку. Ю-ху. Ира волновала пока... О, Рыжий инспектор. Таможня уже смотрела эту посылку. Давай, Рыжий. Иди. Ира волновалась очень, пока я ждала посылку, что мне может не понравиться. Или что ее посылка скромнее, чем моя посылка была. Но дело в том, что мне... Это для меня мой первый скраб-обмен. И мне было так приятно, что кто-то отозвался. Причем не новичок, а человек, который занимается скраб-букингом и который делает чип-борд. Вот этот чип-борд весь, да, это все делала сама Ира. И для меня это было просто, ну, вот, как бы приятно. Приятно, кроме того, что посылка в Латвию довольно дорого стоит. Это все-таки не по России. И я не ожидала, на самом деле, что достаточно быстро кто-то отзовется. И, в общем, я рада. Я рада в любом случае, да. Теперь будем смотреть. Так, тут Ира нам положила ткань. Таких вот два кусочка милого, милого. Так, такой коричневый с цветочками. Такой длинненький. Вот, видите, длина, да, как раз можно обтянуть альбомчик небольшой. Здорово. Здорово. Это, по-моему, где-то, наверное, 50, наверное, на 30. Вот, как раз на альбомчик. Или даже 60 на 30. Винтаж. Вот, да. Мы с Ирой обговаривали, да, что я люблю винтаж, я люблю ботаническое все. И поэтому, как бы, все, что, как бы, она мне вкладывала, да, это будет, ну, с таким каким-то смыслом. Я не делаю ни свадебные какие-то штуки, ни детские, да. И поэтому все, все будет такое цветочное. Вот тоже милый такой ситец. Очень такой прикольный ситец, очень хорошего качества. Непрозрачный, но в то же время такой довольно тоненький. Смотрим дальше. Так, пакетики буду откидывать. Так, тут у нас пуговички. Сейчас. Сейчас откроем. Тут у нас целый пакетик с пуговичками, замечательными пуговичками. Ой, смотрите, какая прелесть. Это гитара. Вот такие сердечки с цветочками. Вот. Очень милые пуговички. Мне очень нравятся. Здорово. Вот, смотрите, какая прелесть. Вот это мне очень нравится, с ромашками здорово. И это зелененькое тоже. Супер. Так, это у нас, значит, пуговички. Сейчас я их сюда высыплю, потому что переложу сразу в свою коробочку, где у меня пуговички лежат. Так, это у нас нарубленные снежинки. Голубенькие, желтенькие, сиреневенькие. Ой, это то, до чего у меня руки не доходят. Я вроде вязать умею, но мне так лень. Поэтому очень здорово, что она мне положила. Вот эти вязаные такие маленькие. Такой совсем маленький. И вот такие большие. Смотрите, какая прелесть. Аккуратно очень связаны. Здесь такое, как меланжевые ниточки. Розово-розово-розово-такая бежево-желтенькая. Очень приятный оттенок. Здорово. Супер-супер. Наконец-то у меня будут вязанные цветочки. Так, чип-борд мы потом рассмотрим. Чип-борда вон целых... Ой, три больших пакета. Так. Так. Тут у нас металюшечки. Металюшечки вот такие металлические. Сейчас я высыплю на удушку. Оп, оп. Клевер. Так. Там у нас птички. Потом вот такая... Это пчелка. Ой, да, это пчелка, которая несет мед. Смотрите. Так. Еще птички. И сова такая. Супер. Так. Это у нас металюшечки. Так. Оп, оп. Пчелки приклеились. Ой, нет, надо отрезать, наверное. Так, погодите-ка. Оп. Я так немножко неаккуратно распаковываю, но мне просто не терпится, поэтому вот как-то так. Так вот, инспектор опять пришел. Рыжий. Ну да, теперь мы будем с рыжим рассматривать пасовочку. Я тогда буду откладывать вот эту стороночку, чтобы он не мешал. Рыжий. Рыжий. Рыжая наглая морда. Рыжий. Рыжий. Рыжий-рыжий. Рыжий-рыжий. Он еще умеет говорить мяу по команде. Ну, не по команде, вернее, когда его потрогаешь, он говорит мяу. Так. 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 Тут у нас, значит, так. Высечки от Монодизайн. Я их видела в интернете, мне они очень нравятся. Я думала заказывать себе, но я догадывалась, что мне Ира вложит их, и я не заказала. Так. Вот так они такие ботанические. О, какие цветочки. Это коллекция ловы из, по-моему, ловы из. Ой, блин, это я как в детском саде, слушайте, ловы из, естественно. Это мы когда в школе учились, были эти жвачки, и мы уверенно говорили, ловы из. Вот. И это была такая, это крутизна была детская. Так. Да, вы слышите, очень красивые, очень яркие. Кстати, их было бы прикольно, наверное, использовать где-нибудь в микс-медиа, и, например, их немножко затонировать белым, так, чтобы вот, ну, как бы, как немножко, ну, не состарить, да, а как будто припорошить снегом. Было бы очень шикарно, как мне кажется. Вот с такими надписями у мисички. Очень аккуратно вырезано. Очень аккуратно, да, смотрите, какая аккуратная вырезка. Очень ровный вот этот кантик белый, да, в других высечках бывает иногда он толще, тоньше. Ну, надпися прикольные. Супер. И теперь будет из чего делать всякие штучки, открыточки. Ох, я разгонюсь. Вот эти розы самые прикольные, кстати. Ой, немножко там они цепляются за своими уголочками. Посмотрите, какая роза красивая. Он без блеска, но очень яркая печать, очень красивая печать. Так, ну, и ангелочек такой тоже есть еще. И вот такое большое сердце еще. Цветочное. Супер. Очень здоровский. Очень, 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 очень. Я, наверное, произнесу за это видео столько раз слов. Очень. Очень, что будет просто неприлично. Так. Дальше у нас топсы. Топсы, топсы. Вот эти от Lemon Craft. Мне Ира показывала в нашей переписке, что она мне их положит. Я просто в них влюбилась. Посмотрите, какие шикарные. Они такие немножко винтажные. И вот с такими винтажными розочками. Просто я вот хочу эту бумагу купить. Я вот смотрела, 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 смотрела. Эта бумажка продается как раз в этом соседнем подъезде. И я буду думать. Я, наверное, куплю себе весь этот комплект. И, может быть, даже на его основе именно буду делать свадебный альбом. Потому что со свадебным альбомом у меня, ну, не то чтобы затык, но я все, как бы, мне столько бумаги нравится, что я никак не могу выбрать, какая же будет лучше. В идеале, конечно, мне хотелось бы, чтобы оттенок был, допустим, бежевый с оранжевым. Так как у нас вот цвета такие были на свадьбе. Бежевый, оранжевый, да? Оранжевый акцент у нас был. Но дело в том, что такой бумаги нет, в принципе. Я не видела ни одной коллекции, чтобы она была вот такая шебби винтаж, да? И чтобы она была бежевая и с оранжевыми какими-то акцентами. Они в основном с розовыми акцентами идут. Либо вообще просто бежевые. Но тогда как вариант, наверное, брать бежевую и делать какие-то акценты вот типа вот этих цветочков, которые я купила, да, оранжевых. Ну, вот как-то так. В общем, я вся в процессе пока еще. И вот такие еще топсики. Это от Artuzora. Вот такие красивые, посмотрите. Это вот чисто делать открытки на 8 марта. Посмотрите, какая красота. Извините за мои вот такие пальцы желтые. Это все от мандаринов. Я люблю мандарины. И ем их килограммами. Вот сейчас сезон заканчивается. Я уже последние эти мандарины, которые уже не очень вкусные, но я все равно их ем. И мне так их нравится есть. Я просто, в общем, люблю мандарины. Так, теперь. Так, что-то у нас запаковано. О, это у нас, я так, наш шоколадница. Шоколадница, да. Супер. Посмотрите, какая прелесть. Спасибо, написала. С такой ленточкой. Немножко помялась в посылке, но это не страшно. И вот такая вот шоколадка. Это карамель с арахисом. Мы с мужем сегодня заточим эту шоколадку. Кстати, очень прикольно. У меня была попроще шоколадница. Но я не помню, я вам показывала или нет. Ну, в общем, в любом случае, как-нибудь я сделаю еще одну шоколадницу, и я вам покажу. Так вот, и она у меня просто вкладывалась. Ну, такая как кармашек, да, получается. А это такая прям сложно сочиненная. С таким кантиком, который даже, по-моему, что-то встал. А, нет, это картон. Но она такая плотненькая, эта коробочка получается. Такая солидненькая прям. Ух, красота. Тоже милые цветочки. Вот их можно так расправить красиво. Очень здорово. Супер. Спасибо, Ирочка. Большое спасибо. Будем сегодня пить чай и будем тебя вспоминать. Так, тут у нас цвеи. Нет, нет, это ракушки. Это ракушки. Это полимерные ракушки, насколько я помню. Ира говорила, что это полимерные. Они настолько похожи на настоящие. Сейчас, погодите, я достану. Они такие легенькие, а выглядят очень натурально. Посмотрите, как здорово похожи на натуральные. Вот особенно вот это вот. Если обратной стороной не переворачивать, выглядит просто как вот только что с моря. Здорово. И рамочка такая тоже. Это из полимерной глины. Так. Очень большое спасибо. Это, насколько я понимаю, Ирина, сестра, делает такие штучки. И мне вот перепало богатство. Так, так, так. Ой, 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 ой. Для какого-нибудь летнего проекта, морской тематики. Супер. Так. Это у нас. Дальше у нас идет бумажка. Вот. Не смотря на то, что Новый год уже прошел, но новогодней бумаги мало не бывает, потому что... Так, все у нас тут так склеено. Надежно, принадежно, что пытаюсь оторвать, но не получается. Так. Ой, ой. Так. Вот. Так, смотрите, какая новогодняя история. Такой у меня бумажки нет. Это у нас арт-узор? Арт-узор. Так, мой любимый арт-узор. Вот. Я, наверное, ее раскрывать не буду, а я потом посмотрю, и вам, может быть, даже какой-нибудь уже ближе к лету начнут делать открытки к Новому году. Шоколадницы новогодние. Как говорится, сами готовить летом будем. И мы подробно всю мою зимнюю бумажку рассмотрим. Здорово. Целый набор. Это можно даже альбом какой-то сделать и подарить кому-то на Новый год. Тут у нас еще что-то лежит. Еще бумажка. Ой, ой, ой. Так. Так. Надежная упаковка. Это 50% залога успеха того, что посылка дойдет в целости и сохранности. Так, рыжий надоело шуршание, он решил свалить. Так, тут еще даже картонка вложена. Нет, не вложена, это приклеена просто, чтобы ничего не помялось. Ничего не помялось. Ирочка, все дошло супер, ничего не помялось вообще. Так что можно не беспокоиться. Ой, ой, ой. Так. Опа. Так, продолжаем. Супер. Вот этот, эти листики золотые, я просто сидела и думала, из чего бы сделать вырубку золотую. И вот, вот, это очень в тему. Спасибо, Ирочка, большое. Нарублю золотой вырубки из этих замечательных листиков. Вот телефон не отражает, но они такие теплого оттенка, да, вот как-то телефон показывает такой холодный. Нет, они красивого, теплого-теплого оттенка такого золотистого. Двухсторонние блестят с обеих сторон, так что вот, буду рубить, рубить. Так, листики. Ой, здорово, какая бумажка интересная. Она такая, знаете, вот как, вот, смотрите, вам видно, да, как льняная какая-то, такая прикольная. Это тоже такая интересная, с одной стороны, одинаковый принт, только здесь он такой яркий, а с этой такой бледненький. Можно ту сторону использовать, а можно эту. Это я так понимаю, что она, наверное, одна коллекция, потому что тут похоже. Тоже прикольная бумажка. Какая здоровская бумажка. Ирочка, ты мне напиши потом, что это за фирма. Так здорово, такая интересная. Это с тиснением, с таким, видите? Оно не золотое, оно такое, как, так сказать, с глиттером таким. Так, это буковки, тоже с глиттером, здорово. Такая тоненькая бумажка, она такая потоньше, но тоже можно использовать. Какие розочки, гляньте? Ну, люблю я цветочки, ну, что со мной? Ничего со мной поделать нельзя. Можно вырезать, а можно так использовать. Смотрите, какой красивый листик. Просто супер. Еще, это, наверное, та же самая коллекция, судя по всему. Можно вырезать вот такие линейки. Рыжий, погодите секундочку. Рыжий у нас нашел бумажку. Он у меня фанат бумажек, упаковок, пакетов. Вот, это просто невозможный фанат просто. Так, это у нас такие открыточки. Вот они двухсторонние тоже. Ну, не открыточки, а можно разрезать, это как карточки будут. Супер бумажка. С этой стороны такая. Так, а розочки у нас с той стороны. Вот такой деревяшечка. Просто отлично. Надо будет у Ири спросить, что же это с коллекцией. Очень красивая бумажка. Вот такая. Это от Fleur Design. Вот такой. Выглядит вообще как море, но сверху такие, как штрихи. Такое ощущение, что сверху лед, да? И сквозь лед смотришь, как там бурлит океан. С обратной стороны такие якоря. Да, замечательный листик. Просто прикольный. Вот такая деревянная. И с этой стороны другое дерево. Люблю дерево. У меня много всяких листиков деревянных. Очень мне нравится. Я их использую везде, где только можно, где по смыслу подходит. И где не подходит тоже. Вот такие листики. Супер. Вот этот тоже прикольный. Вот у меня с Fleur Design как-то не сложилось. Но Ира подобрала мне такие яркие листики. И у меня все как-то вот, ну, мне нравится, да? И когда есть выбор. Потому что когда ты выбираешь в интернет-магазине, например, и у тебя нет возможности посмотреть в реале, как эта бумага выглядит, да? Можно здорово ошибиться. Потому что то, что я заказала, например, от Fleur Design, ну, у меня оно до сих пор лежит. Ну, то есть, не пошло, да? Хотя мне в момент покупки мне казалось, что, вау, какая красивая бумага. Поэтому, ну, вот как-то сложно с этим делом. Так, вот такие вот винтажные карточки. Тоже здорово. Такие они немножко бледненькие. Вот шеби-шеби прям такое, да? И можно кучу-кучу всего интересного наделать. Каких-то проектов с ними. Здорово. Так, еще один листик. Так, это уже от Scrap Mir пошел. Так, листик вот такой вот фоновый. Такой с таким нежным очень, ну, ботаническим сложно назвать. Скорее такой, как вензеля, да? То есть, принтом. Здорово. Так, листик, это я так понимаю, что с вырезалочками. Я так понимаю, что это можно вырезать, раскрасить и вырезать, судя по всему. Ну, будем тогда раскрашивать и вырезать. Так, и вот такой лист. Вот, опять, телефон не отражает. Он такого песочного, красивого, желтого цвета. Он тоже со структурой такой. Структура лена называется, я так думаю. А с обратной стороны он более такой, более спокойный. Вот, ну, как обычная бумага, скажем, да? Вот. Такие, такая бумажка. А сейчас мы будем рассматривать чипборд. Вот эту всю огромную пачку чипбордов. И так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот, рыжий тоже под впечатлением. Рыжий. Ну, в общем, как-то так. А я пошла работать. Ехали ко мне котятки. Вот, будем снимать маленьких котяточек. Давай. Пути, пути, пути. Ой, как классно. Ой, как классно, наверное, нам. Так смешно Белый распределился на лапках. Такой шлюткий пупщик. Иди сюда. А давай мы его задом ко мне посадим. И сюда вот поближе, поближе попкай сюда. Дурик. Дурик. Во. Породить. Давай теперь лапу, лапу. Утитюк. Утитюк, давай. Давай. Хоп-хоп-хоп. Давай, давай. Давай, давай. Отлично. Все, я свободен. Ты можешь их сюда принести? Не хочешь? Давай, давай. Ой, этого чесать надо. Да, да, да. Это груминг. Груминг. Так, это щеточка. Такое очень шерстяное, слушай. Мамашу. Сразу было видно, что будет длинно шерстной? Угу. Обычно, знаешь, рождаются, но не всегда можно понять. Вот, знаешь, что под передними лапками, вот его подними прям, да, и вот, да, 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 вот пузякин. Почесать надо. Ой. Такой прям, апельсинчик. Так, ты апельсинчик такой, да? Кучу-кучу-кучу. Ну, иди сюда. Иди сюда. Ты мой холющий такой. Ты мой холющий такой, да? Ты такой холющий. Иди сюда. Иди обратно. Иди обратно. Смотри, смотри, что у меня есть. Кати-кати-кати-кати. Вот так. Сейчас, погоди, я посмотрю. Да, отлично. Угу. Угу. А назвала-то как? Ой, так. Первый, да, да. Угу. Второй, джука. Это, затали бета. Ха-ха-ха. Смешные именно, короче. Вот эту можно побольше. Я поняла. Ну, давай. Хоп. Смотри, ты мой шлавкий губчик. Давай, я сделаю. Давай, я сделаю. Ну, хоп. Очень красивая. Иди сюда. Живчик такая, слушай. Дома первый самый шивчик, а не она. Не, ну в том плане, что, вишь, ничего не боится, да? Как бы, есть надежда, что будет не мамин характер. И ты сможешь хорошо выставляться. Ха-ха-ха. Ой, самая игривая. Да? Очень такая прям способная, я бы сказала. Кути-кути. Так. Чего бы меня как-нибудь... Ну, я люблю этот черный, и он скорее брауз. Браун. Вот я тоже люблю браун. Она, мне кажется, что процветет, и будет очень теплого окраса. Угу. Слушай, это прям энергайзер какой-то. Есть как бы задом. Как бы задом. Ты знаешь, что я люблю. Я понимаю. Да, да, да. Но она такая активная, что как бы задом у нас пока нет. Погоди. Сейчас я смотрю, что у меня есть. Блин, энергайзер просто нереальный. А дома самый энергайзер тот. Так, ну давай задом попробуем сейчас еще. Так. Ближе ко мне, чтобы я дотягивалась. Вот ближе, да. Конфакт. Не, не, надо, чтобы она сама села. Ну. Давай. Хоп-хоп-хоп. Давай-давай. Хоп. Еще раз. Посадите. Не, не, гадите, гадите. Так, где-где-где-где. Хоп-хоп-хоп. Я вообще хочу, чтобы она вот, вот. Наверное, да, это будет лучше. Понимаешь, она сейчас еще маленькая, да? И они, она должна быть очень, она должна быть очень спокойной, чтобы вот красиво так развернуться. Да, да, да. Когда они активны, она в тонусе, да, и она вот вся напряжена, у нее не получается так сделать. Ну, да, то есть, поэтому, как бы, у нее такой с полу оборотов, ну, получается. Да, да, хорошо, пусть, пусть спинку видно. И хвостом вертит. Вот эту оставлю, там окрас хорошо видно. Прямо кажется, что сейчас соскочит. Да, 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 да. Ну, а суслика сделаешь нам? Ой, супер! Так, всех троих давай. Так, давай. Если я хочу, вот, камера немножко опустись, по ней. Вот всех троих, это мои твои самые любимые фото. Потому что сама никак. Домашние даже не смешно. Ну, зуба она. Вот так. Так. Рыжий идет посередине, я так понимаю. Ну, да, будет логичнее. Вообще, конечно, у тебя этот помет распределился шикарно. Рыжий страйд и два фолда. Рыжий, чуть-чуть вперед, чуть-чуть. Хвост заверни этому мальчику. Мальчику. Ну, куда ты полезла? Самое главное, да? Ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти. Давай. Ти-ти-ти-ти-ти. Ой, блин, опять рыжевая. Ты лучше рыжего выдвигай, потому что они иначе, ну, все равно выберутся. Понимаешь? А их котят, в кавычках. Тихий час. Вот мы так спим. Это, кстати, вот эти царапки на обоях. Это у нас басик дизайнерские обои дел. Да. Вот, видите? Оно вот все-все-все такое. Хорошо, что обои светлые, но не так позорно смотрятся. Ну, басик у нас. Басик у нас вреднясик. Басик вреднясик, да? Басик, ты вреднясик? Когда коты дрыхнут днем, ой, можно хоть из пушки стрелять. Коты вот приехали, уехали, они даже не пошевелились в своих. Басик только с полочки слез вниз на полочку. Рыжий, рыжий, посмотри в камеру. Рыжий, рыжий. Ой, мой пупсик, мы так вот дизеваем, да? Ну, царапина на нос у нас. Это, судя по всему, последствия драки. Сейчас чихнем. Айти, да. Ну? Шерстинка в нос попала, да? У кого там? Шерстинка в нос попала у кого-то. Куть-куть-куть. Куть-куть-куть. Рыжий. Таким у нас зеленющие глаза. Рыжий, рыжий. Рыжий, рыжий. Оп. А у Басика голубые. Басик. И розовый мус. Басик. 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 А еще у нас клыки торчат смешно. Басик. Пыталась сегодня чесать Басика. Вот здесь вот. Да, чесать. Басик не любит чесаться, да? Басик не любит чесаться. Не любит чесаться, Басик. Кути-кути-кути. Басик вообще не любит никаких процедур. Поэтому, когда у нас случаются всякие эксцессы, это прям беда. Потому что мы не любим мы не чесаться, не мыться. Да, Басик? Вот это мы любим плющиться. Ну вот, котятки уехали. Это я уже говорила. Своих котов я вам показала. Они вот продолжают дрыхнуть. Ну, Рыжий решил, наверное... Да, Рыжий решил на другой бок перевернуться. Ну, а я сажусь работать. Нужно много сделать. Кое-что сегодня я уже сделала. Но еще у меня впереди несколько часов. И, ну, не знаю... 100 фотографий, конечно, я сегодня не сделаю. Это у нас... Это много для меня. Потому что... Значит, перегораю немножко. Вот, так что, ну, буду как-то работать. Результат, естественно, на всякий момент. В моих фейсбуках увидите. И на инстаграме, и там, и так далее. Вот. Так что... Сегодня, наверное, больше ничего интересного не будет у нас происходить. Так что влог я, наверное, заканчиваю. Увидимся, когда увидимся. Счастливо. Спасибо, что смотрели. До свидания.